Медиагруппа «Авангард» представляет Что мы будем делать в ближайший час? А в ближайший час мы будем обсуждать то, что происходит сейчас в цифровом мире. Конечно же, мы выслушаем нескольких экспертов, донесем ваши вопросы, уважаемые зрители, до наших докладчиков, которые вы будете присылать через формы отправки, ну или шлите их прямо в мегачат. Таким образом, вы становитесь, кстати, полноправными участниками нашего сегодняшнего подкаста. Итак, что же интересует нас с вами в этой сессии? Как за минувший год изменилась компьютерная реальность, компьютерные атаки, в конце концов, да? Как новые инструменты и подходы стали применять киберпреступники? Хороший вопрос. Ну и насколько должна тревожить любого специалиста узкого или широкого статистика? А так, что за ней самое главное стоит? Алексей, прежде всего, это к вам вопрос сейчас. Экспертное заключение нам предоставят специалисты из отрасли, ведущих ИБ-компании рынка Российской Федерации. Я надеюсь, что они поделятся аналитикой, итогами своих исследований, а самое главное, расскажут о том, что они видели в течение этого года. Кого же мы ждем сейчас на Соккаст? Я представлю, это Игорь Залевский, руководитель отдела расследования киберинцидентов GSOG CERT компании Ростелеком Солар. И Александр Зайцев, руководитель Центра компетенции по анализу защищенности в лаборатории Касперского. Ну и, помимо всего прочего, перед нами выступит еще и Алексей Новиков, уже модератор этой сессии. Ну и в двух амплуа одновременно, верно, Алексей? Да, безусловно. Мне есть тоже о чем поделиться с нашими коллегами. И это прекрасно. Ну а первое, что мы услышим в нашей программе, это интересные истории из жизни GSOG CERT. Название, скорее, более интригующее, чем содержательное, по крайней мере, в первом приближении. Но сейчас мы как раз с вами и узнаем, что за истории происходят в GSOG CERT и насколько они действительно интересны. Алексей, скажи, пожалуйста, что ты знаешь, собственно, об этом, чем известный GSOG CERT, какие события происходят и есть ли общие с ними проекты? Как впечатления от сотрудничества, если коротко? На самом деле, ребята довольно давно работают на рынке и действительно очень нравится взаимодействовать с профессионалами своего дела. И когда именно разные компании вместе делают общее дело, то защищенность страны только повышается. Ну, в принципе, все понятно. Хорошо, что коротко. Во время докладов мы просим вас, наши уважаемые зрители, присылать вопросы, еще раз напомню, через платформу, ну, а также следить за репликами комментатора в мегачате и присылать свои замечания, мнения, в конце концов. Ну, а прямо сейчас встречаем, прямо сюда, в нашу студию, мы приглашаем Игоря Залевского. Добрый день, уважаемые спикеры. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо всем, кто подключился к нам в прямом эфире. Спасибо всем, кто дошел до нас очно. Сегодня мы поговорим о том, с какими же злоумышленниками и с чем мы столкнулись за текущий год, какие тренды принес в кибератаках этот год, что сохранилось. Ну, и давайте уже начинать, соответственно. Меня зовут Залевский Игорь, я руководитель подразделения GSOC-CERT. Это отдел в составе Security Operation Center Solar GSOC, который занимается реверсивным анализом вредоносного кода, расследованием, криминалистическим расследованием инцидентов, то есть форентика, и проактивным анализом угроз, как это нынче называется, threat hunting. До этого в своей жизни я успел поработать в структуре SOC-а одного из министерств Российской Федерации и прошел различные стадии от инженера до техлида. О чем же мы сегодня будем с вами говорить? Ну, я разделил свой доклад на три направления, с которыми, скорее всего, вы столкнетесь, если вы будете заниматься безопасностью, как собственное подразделение EBA или как Security Operation Center, который, например, предоставляет услуги на рынке аутсорсинговые. Первое направление – это внутренний зломышленник или инсайдер. Я расскажу кейс, который по определенным причинам мне захотелось вынести, рассказать, и дальше будет ясно, почему я это сделал. Второе – это, конечно же, шифровальщики. Наверное, если вы интересуетесь информационной безопасностью, то последние полгода вы только успеваете перечислять новости по тому, как одна или другая большая компания пострадала от шифровальщиков, была вынуждена заплатить огромные суммы выкупов или в случае отказа была опубликована их информация. Мы расскажем, что мы видели на российском рынке, на российском пространстве кибербезопасности, что мы видели у наших заказчиков, пока различные компании на Западе, на Америке платили по 100-200 миллионов долларов. И третье, конечно, это пятигруппировки. Куда без них? Они были, они есть и, скорее всего, они будут. Это активный игрок, назовем так, этого рынка. Это активная угроза, которая, скорее всего, постоянно и перманентно будет нам угрожать. Первое, о чем хочется рассказать, это история про внутреннего зломышленника. Это про инсайдера. Некоторое время назад к нам обратился в банк с неким описанием, что у них произошла странная ситуация. Баланс некоторых банковских карт увеличился на определенную сумму, а через два часа после этого баланс именно этих карт, на которых увеличился баланс, был проверен в банкомате. Мы, естественно, что подумали? Мы подумали, ура, наконец-то вернулась какая-то банковская группировка, может быть, подобралась новая. Ведь, согласитесь, в информационном пространстве, ну, по крайней мере, в публичном, давно не было кейсов о том, что кто-то вывел из банка огромную сумму денег. И нам, действительно, этого не хватало. Мы подумали, круто, сейчас мы кого-то найдем, о ком-то расскажем, кого-то поймаем, ну и так далее. Мы забрали логи, мы забрали дампы оперативной памяти, дампы жестких дисков, мы проанализировали все. Но, к сожалению, сеть не была скомпрометирована. То есть в ней не было ничего абсолютно подозрительного. Единственное, что нам удалось установить по итогам анализа, то, что изменение было с машины администратора. Мы такие подумали, окей, пришли в банк, говорим, насколько вы доверяете своему администратору. Он говорит, на что нам ответили, ну, администратор относительно новый, он проработал полгода, в принципе, прошел проверку службы безопасности, и нету сомнений в том, что он, скорее всего, честен. По итогам анализа его машины, мы обнаружили запуск всего лишь одной утилиты, называемой TOAD. Это утилита для администрирования революционных баз данных. По факту, ее запуск, в принципе, на хосте сам по себе не говорит о том, что было что-то подозрительное, потому что это администратор. Это администратор процессингового центра, и, в принципе, это его единственная нормальная работа. Но мы чуть-чуть пошли дальше, мы изучили утилиту, изучили то, как она работает, какие локфайлы она пишет, и какие артефакты она оставляет. Вот на экране можно увидеть, что в результате анализа этой информации было обнаружено, что баланс-карт изменял именно он. И как позже стало выяснено, он был инсайдером, которого, соответственно, где-то, как-то, через какой-то форум подкупили, завербовали. Можно по-разному это обыгрывать, но факт остается фактом. Вообще, с точки зрения проведения расследований, история, когда вы выходите за рамки типичных артефактов операционной системы, это очень важно, потому что каждое расследование – это какой-то уникальный кейс, это какая-то уникальная история. Мы писали про это целое отдельное исследование, статью, приводили свои кейсы за последние полгода, с которыми мы сталкивались, и как неожиданные какие-то артефакты нам помогали в тех или иных случаях. Я вот призываю всех прочитать эту статью на хабре. Линк, соответственно, указан в нижней части слайда. Вторая история. Мы проговорим про то, как действовали группировки, но группировки невысокого технического уровня. Группировки, против которых, скорее всего, вам не нужен полноценный сок с экспертными сервисами уровня NTA, EDR. Вам, возможно, скорее всего, не нужны были бы даже песочницы. Но, к сожалению, это тренд этого года, и связан он именно с тем, что многие компании перешли на удаленный формат работы. Мы в марте об этом писали тоже статью. Вот один из линков внизу. Я призываю, собственно, ознакомиться, чтобы не тратить сегодня на это время. О том, что большинство компаний, не большинство, а много компаний в качестве альтернативной работы через удаленный режим выбрало протокол RDP. И что с марта мы фиксировали в неделю в 2-15%, в среднем 15% рост доступности протокола RDP по всему миру. Ну, делали, естественно, это не секрет, через специализированные сервисы, а-ля Shadans, Sys и так далее. К чему это привело? У своих заказчиков, у которых, ну, естественно, у некоторых тоже был опубликован RDP, мы стали фиксировать попытки брутфорсов в полтора, в два раза чаще. Но не это стало самой проблемой. Проблемой стало то, что на этот рынок киберкриминала зашли абсолютно неграмотные технические уровни, технические злоумышленники. Порог вхождения стал настолько низок, что среднее предложение о покупке или продаже доступа в инфраструктуру. В принципе, компании с достаточно большим штатом IT и B мог варьироваться от 300 до 500 рублей. Типичная история – это когда злоумышленники подобного уровня покупают на специализированных маркетплейсах, ресурсах доступ. Дальше они, получая доступ в инфраструктуру, оценивают, способна ли компания заплатить выкуп. Вообще, может ли быть в этой компании что-то интересное, что можно монетизировать? Может быть информация, может быть почта, учетные данные, например, какого-нибудь гендиректора или финансового директора, ну и так далее. После чего, собирая эту информацию, злоумышленники просто шифровали всю инфраструктуру и требовали выкуп. К сожалению, эта история не единична. То есть в течение года к нам обратилось порядка пяти-шести различных компаний с этой проблемой. И судя по признакам и выводам, которые мы получили в результате расследования, это были одни и те же люди. Они не обладали сильными техническими навыками. Они просто использовали то, что дала им ситуация. А это удаленный доступ, это RDP и маркетплейсы по 300 рублей. Помимо этого, связанное с шифровальщиком, в этом году мы обнаружили группировку TiniScout. Мы про нее писали, я тоже призываю вас прочитать. Это ребята, которые, в принципе, стоят в градации технических скиллов чуть выше, о чем я говорил раньше. Но при этом они, конечно, не уровня EPIT или про государственные группировки. Они достаточно много описали собственного кода, применяли изощренные схемы. Они всегда актуальные темы применяли для фишинга. Это была Беларусь, это был разлив нефти, например, на Дальнем Востоке. Это, ну, ковид, естественно, ну и так далее. В принципе, про все, как это работает, мы написали статьи. Если вам интересно, вы можете тоже прописать. Ну и третья история с шифрованием, которая у нас была, это несколько расследований у нас было, связанных с шифровальщиком, достаточно известным, наверное, всем людям, которые занимаются реверсивным анализом и отслеживанием инструментария вредоносного кода. Это шифровальщик DARMA. В марте этого года на одном из маркетплейсов Даркнета появилось объявление о продаже исходных кодов данного инструментария за, по-моему, 2000 долларов, если я не вру, после чего мы через месяц и полтора фиксировали на нескольких заказчиков, соответственно, проводили, не фиксировали расследование, связанное именно с этим шифровальщиком. И по итогам мы видели запуск данного вредоносного кода в различных оболочках, что позволяет сделать вывод о том, что исходные коды все-таки были куплены, они пошли в массы, и мы думаем, что это продолжится. Здесь хочется вернуться к истории с группировкой низкого уровня и рассказать всего об одной истории простой. В принципе, с точки зрения противодействия все понятно, да, у вас есть RDP, вы должны делать какие-то неперебиваемые пароли, вы должны настроить мониторинг, отключить локальных администраторов. Я думаю, что все это известно, и здесь не стоит тратить времени и рассказывать какие-то технические базистые аспекты. Но что самое интересное, если у вас был опыт когда-нибудь общения с людьми, которые зашифровали вашу инфраструктуру, то, скорее всего, вас это сильно должно было удивить, потому что манера общения данных людей, ну, наверное, она может лечь в какой-то комикс или в какую-то интересную книжечку. Вот, например, мы сопровождали расшифрование данных одной инфраструктуры с заказчиком и, соответственно, пришли просто обратиться к данным злоумышленникам-хулиганам с просьбой подсказать, а откуда вообще у вас наши учетные данные от лица компании, где вы их взяли. Злоумышленник не поленился и прислал нам прямой линк на Marketplace, на котором приобрел, соответственно, доступ. Мы, изучив этот Marketplace, пришли к интересному выводу. Покупая доступ в этой инфраструктуре, вы на этом Marketplace к любой инфраструктуре, вы заранее не знаете, что вы покупаете. То есть вы знаете, что сервер расположен, например, в таком-то географическом регионе. Ну, в данном случае это была Россия. Стоимость его, понятно, я уже говорил, 300-500 рублей. И после оплаты у вас, соответственно, формируется HTML-страничка с учетными данными. Вот я скрин, соответственно, предоставил, как это выглядит, где написан белый IP-адрес, логин и пароль. При этом, если посмотреть на структуру линка, то она выглядит очень просто. Здесь, ну, понятно, по определенным причинам, почему я убрал сам URL, но структура линка состоит в основном из цифр. Это обычные значения, где можно, соответственно, подставить любое произвольное значение, в информационной безопасности это называется, например, bootforce, и получить страничку покупателя, который приобрел любые учетные данные, например, за последние пять дней. Таким образом, получается, что любой, кто знает, как работает этот маркетплейс, любой, кто знает, как формируется данный линк, мог получать данные о доступах в инфраструктуру, даже за это не заплатив. Ну, соответственно, что это за ресурс я не стал показывать в целях того, чтобы предотвратить желание некоторых людей его побрутить. Назовем это так. Третье, к чему хочется вернуться, это, конечно же, APT-группировки. Куда без них? Ежегодно компании и соки крупные, коммерческие и внутренние сталкиваются с различными APT-группировками. Сегодня я хочу рассказать про чуть-чуть про группировку, называемую APT-15 или KeyCheng. Это альтернативное название, которое вы можете загуглить, и оно, в принципе, попадает в какие-то различные отчеты антивирусных вендоров а-ля ЕСЭТа или лаборатории Касперского. Эта группировка, известная с 2012 года, она атакует различные отрасли, но преимущественно сосредоточена на каких-то государственных организациях. Ей приписывают азиатские корни, поэтому вот, если можно посмотреть на флаги, я на слайдике смело указал флаг, хотя, конечно, атрибуция – это дело сложное. И в нашем расследовании был классический, и на самом деле, наверное, последнее время чуть ли не один из самых популярных кейсов – это Supply Chain, когда был взломан подрядчик, подрядчик государственной организации, через которую, соответственно, зашли в эту жертву, в эту государственную организацию. К нам на анализ, к сожалению, попало всего два веб-сервера внешних опубликованных. Мы по различным, независимым от нас причинам, не смогли провести полного расследования, но даже на этих двух серверах для нас были найдены очень интересные вещи. На первом сервере мы, соответственно, обнаружили известный, и я бы назвал даже атрибутирующий эту группировку Backdoor Okrum. В принципе, это слово, опять же, гуглится, можно найти популярное описание у ESET-а приватное, или если у вас есть доступ к приватным отчетам в лаборатории Касперского, они тоже об этом пишут. На втором сервере мы нашли модуль для проксирования и эксфильтрации данных, описание которого мы не нашли ни у кого. Собственно, ровно поэтому мы решили сегодня о нем рассказать, потому что это достаточно интересная технология, это достаточно интересный модуль, и описания его нет. Почему мы, собственно, атрибутировали вот этот неизвестный модуль PyProxy именно в APT15, потому что сервера управления у Okrum и IP-адреса и домены, откуда шли команды на PyProxy, они у нас совпадали, соответственно, по логам и атрибутам. Поэтому мы сделали вывод, что, собственно, второй модуль PyProxy принадлежит тоже этой группировке. Вернемся, соответственно, к Okrum. Здесь я не буду много про него рассказывать, про него достаточно уже писал ESET, про него достаточно уже говорили коллеги из лаборатории Касперского. В принципе, это достаточно классический бэкдор с функционалом, указанным на слайдах, это работа с файлами, это запуски процессов, это доступ к CMD Shell, в принципе, все, чем обладает более-менее современный бэкдор, а уж тем более от какой-то прогосударственной группировки. Единственное, вот на слайде приведены примеры, это скрины и, соответственно, отчеты лаборатории Касперского и нашего модуля. И хочется сказать, что разница была лишь в одном, глобальная, в том, что способ, в способе запуска этого модуля на конечной системе. В принципе, группировки из азиатского региона, наверное, если вот почитать, в принципе, совокупно много отчетов и посмотреть то, как они запускают, то мне кажется, что в большинстве своем это будет технология дейлели хайджекинга, ну или по-другому ее называют дейлель сайдлоудинг. Когда, соответственно, легитимное подписанное приложение, подписанное сертификатом, имеет уязвимость по загрузке библиотеки динамической своей памяти. То есть она не проверяет место, откуда она запускает, таким образом целевой код, соответственно, оказывается в памяти процесса и делает все, что ему нужно. Вот в случае с кейсом лаборатории Касперского в отчете ребята из E515 использовали подписанный Microsoft Defender. Ну, это известно, что он, соответственно, подвержен данной уязвимости и во многих атаках часто используется. В нашем случае это была утилита от компании VMware и, собственно, VMTools, наверное, тоже всем известная утилита, которая использовалась для загрузки окрома. Возвращаясь к PyProxy, что такое, в принципе, модуль PyProxy? Здесь хочется сразу отметить, что сам по себе PyProxy написан как высоконагруженный сервис. То есть он имеет технологию Competition Port. Это технология, которая применяется для асинхронных операций ввода-вывода в различные объекты. Ну, в нашем случае, учитывая, что это был веб-сервис в сокет. То есть коллеги, которые писали этот модуль, обладают достаточно хорошими знаниями в программировании, они писали достаточно много, и, наверное, это очень даже прикольно. В чем суть? На зараженном веб-сервисе запускался модуль, который, соответственно, слушал входящее соединение по двум URL. Ну, я, естественно, убрал здесь, где конкретно он слушал, потому что там был вшит белый адрес заказчика, и URL я тоже переименовал, дабы никого случайно не выдать. Здесь мы напишем, что вот, как на слайде показано, что слушает, например, на URL 1 и ко и 2 и ко. Параллельно в ходе работы с двух, соответственно, направлений, это из зараженной инфраструктуры и снаружи, на веб-сервис поступали запросы. Получая и обрабатывая запросы и данные, модуль, как будет показано дальше и рассказано, соответственно, осуществлял проксирование крест-накрест данной. Таким образом, люди, которые отправляли запрос снаружи, получали данные, которые выводились из инфраструктуры, их сфильтрировались, а зараженные хосты, которые отправляли запрос снаружи, получали данные, которые прислал злоумышленник снаружи. Уважаемый Игорь, я позволю себе немножечко вас прервать и напомню, что у вас полторы минуты остается. Да, мне хватит. Попробуйте закруглиться, потому что вы уже очень здорово перебрали. Почему мы назвали это PyProxy? Потому что, соответственно, как представлено на слайде, протокол общения повязан на параметрах API, которые передавались в пакете и зашифрованном Base64 вида через HTTP заголовок Pragma. Сами данные пристыковывались, как указано на слайде, к HTTP данным. Ну, наверное, Коля осталась... Выглядело это буквально так. После запуска библиотеки в оперативной памяти, соответственно, создавалось два неких буфера динамических, в которые обрабатывали данные, присланные снаружи и изнутри. И в качестве ответов на запрос данные передавались крест-накрест. То есть злоумышленник отправляет данные, запрос, например, пост-запрос или гет-запрос снаружи на 2.eco. Получал в качестве ответа HTML-страничку с кодом, который прислали зараженные хосты. Ровно таким же образом, наоборот, присылались команды для зараженных эндпоинтов. Стоит отметить последнее. С точки зрения детекта, например, любого антивирусного средства, это очень сложный модуль. Почему? Потому что он ничего не делает активного на системе. Он создает веб-сервис и слушает. То есть если антивирусный вендор не видел этого модуля и не писал конкретно под него сигнатуру, то, скорее всего, он не сможет его задетектировать, потому что никакие известные методы просто не скажут, что этот сервис плохой. И второе. Речь шла про зараженные хосты. Так как мы не получили, к сожалению, на анализ зараженные хосты, конкретно сказать, что управлялось и с чего выводилась информация, мы не можем. Но мы воспроизвели этот код и, собственно, поняли, что здесь, в принципе, может быть что угодно. Вы можете написать любой ВПО, любой модуль, который будет в качестве отправки информации использовать вот данный запрос, а с той стороны его смогут получить. На этом у меня, коллеги, все. Спасибо. Если есть вопросы, то я готов на них ответить. Игорь, спасибо большое. Вопросы были, но, к сожалению, у нас по таймингу мы вываливаемся очень сильно за пределы. Вышли из берегов, что называется. Зато у вас был очень интересный рассказ, интереснейшая презентация. Спасибо большое, Игорь Залевский. Давайте проводим нашего спикера со сцены и продолжим. Ну, а продолжим мы прямо сейчас, потому что Алексей сидел, внимательно слушал, несмотря на то, что Алексей сам модератор. Тогда теперь, наконец-то, то, о чем говорили большевики, наконец-то должно произойти, и ты должен сменить амплуа. Тема твоего доклада называется Big Brother Chronicles, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Интересно будет послушать. Прошу. Да, спасибо. Коллеги, меня зовут Нойков Алексей, я директор экспертного центра безопасности компания Positive Technologies. Для тех, кто пропустил у нас в уже прошлом месяце, да, потому что сегодня первый день зимы, было мероприятие, которое называется The Stand-Off. И, собственно говоря, вот о том, что это за мероприятие, что мы на нем делали, мне хотелось бы немного рассказать. Соответственно, Stand-Off в цифрах, это 245 участников. Участники были логически разделены на две группы, то есть это Red Teamers, ребята, которые нападали, которые генерировали атаки и пытались реализовать те бизнес-риски, которые мы заложили внутри инфраструктуры. И, соответственно, помимо этого были еще ребята, которые Blue Team, которые охраняли наш виртуальный город, который мы попробовали воссоздать внутри инфраструктуры, внутри платформы The Stand-Off. Что мы воссоздавали? Мы воссоздавали 13 объектов города. Там был и аэропорт, и ЖД-вокзал, и морпорт, и нефтедобыча, нефтепереработка. То есть максимально пытались показать и симулировать именно ту инфраструктуру, с которой мы сталкиваемся каждый день. Каждый день, когда мы выходим из дома, так или иначе мы сталкиваемся с этими компонентами. Особое внимание мы уделили сегментам, которые связаны с СУТП. При этом Red Teamers, White Hat, нашим хакерам, было поставлено задача, в которых было 29 команд, реализовать конкретные бизнес-риски. Всего их было 59. И самое, что интересно, во время этого мероприятия ряд команд предложил еще несколько бизнес-рисков, которые действительно могут быть критичны для тех организаций, эмуляцию работы которых мы проводили. За время проведения мероприятия было там реализовано 47% рисков, было найдено колоссальное количество уязвимостей, которые мы заложили в инфраструктуру, и в то же время соки обнаруживали инциденты и отчитывались о тех инцидентах, которые они видят внутри инфраструктуры. Все это работало там на колоссальном количестве железа, действительно там его было тонны, и мероприятие было онлайн, соответственно, участники могли полноценно смотреть за тем, что происходит на портале, который был развернут. Но, собственно говоря, если возвращаясь к рискам, здесь представлены наиболее часто реализуемые риски, которые были реализованы редтимерами во время мероприятия, то есть там сбор, продажи билетов, утечка персональных данных, то есть именно это те риски, которые по-настоящему волнуют компании, потому что зачастую не так важно обнаружить инцидент, не так важно обнаружить заражение какого-либо компьютером массовым вредоносным программным обеспечением, а самое главное, чтобы бизнес работал, и это никак не влияло на те процессы, которые есть внутри организации. Если возвращаться к моему подразделению, к сперту security center, то во время всего мероприятия, которое длилось 6 дней, мы мониторили всю инфраструктуру, то есть мы выступали таким своеобразным большим братом, который накрыл за ним зонтиком всю инфраструктуру и смотрел, что в ней происходит. Мы все имеющиеся виртуальные машины, все имеющиеся объекты подключили к средствам защиты, которые мы мониторили. Естественно, это был MaxPatrolCM, в нем мы анализировали логи, и он выступал для нас консолидирующей консолью. Дальше мы очень активно занимались анализом трафика, во сутэпэшных сегментах мы использовали PTI SIM для того, чтобы выявлять атаки, которые специфические именно для сутэпэшного сегмента. Дальше в связи с тем, что каждая компания на текущий момент не может обходиться без веб-приложений, без веб-сайтов, то естественно мы еще с помощью веб-аппликейшн фаервола отслеживали атаки на веб-приложения. Ну и естественно, сейчас, если смотреть на тренды и угрозы, которые есть в текущем мире, никуда не уйти от социальной инженерии, и поэтому мы использовали нашу песочницу для того, чтобы отслеживать, как этот вектор пытается эксплуатировать наши рейттимеры. Что мы получили, что мы увидели во время этих соревнований? Во-первых, в среднем командам нападения требовалось порядка четырех шагов для того, чтобы реализовать тот или иной бизнес-риск. То есть это цепочка, последовательность инцидентов внутри инфраструктуры, где финальной точечкой, вишенкой являлась именно реализация того или иного бизнес-риска. Остановка процесса добычи нефти, либо остановка продажи билетов, либо вообще выдача билетов бесплатной. Это один из тех рисков, которые предложили наши коллеги нападающие. Основные вектора, которые так или иначе эксплуатировались нашими рейттимерами, это, естественно, атаки на удаленный доступ. То есть это то, что мы видели на протяжении всего 2019 года. 2019 год, прошу прощения, 2020 год, он такой особый. Пандемия, практически все организации так или иначе перешли на удаленный доступ, и, соответственно, количество атак, в связи с тем, что количество объектов для этих атак увеличилось, количество атак на систему удаленного доступа тоже выросли. Естественно, увезимости в веб-приложениях, о них я уже говорил, и, естественно, социальная инженерия. Дальше 19 минут на один инцидент, то есть как только началось соревнование, рейттимеров понадобилось 19 минут для первого получения там несанкционированного доступа и эксплуатации уязвимости. И 27 минут – это то время, когда в результате этого противостояния хакеры восстанавливали доступ, с которого их, грубо говоря, выбивали защитники. В принципе, это все демонстрирует то, что сейчас происходит в реальном мире, потому что хакеры точно так же нападают, и соки также пытаются им противодействовать и смотреть, что происходит в их инфраструктуре, и вовремя реагировать, и расследовать инциденты. Соответственно, были шесть соков, которые защищали свои объекты, и мы как глобальный сок смотрели, что происходит внутри инфраструктуры. Были различия в детектах, были различия в видимости того, что видели мы, что видели соки, о чем отчитывались жюри данного мероприятия. И там, ну, основные три вещи – это, естественно, работа хакеров на хостах, то есть это именно те подходы по мониторингу того, что происходит на конечных рабочих станциях. К сожалению, когда мы говорим о грамотном мониторинге, о соках, очень часто все упускают необходимость мониторинга самих рабочих станций. А в большинстве случаев это является именно той точкой входа, через которую заходят злоумышленники во внутренней инфраструктуре. Письмо, клик, запуск бэкдора и дальше удаленное администрирование этой рабочей станции. Игорь, в принципе, такие примеры в своем докладе как раз приводил, и мы в нашей практике расследований очень часто тоже с этим сталкиваемся. Дальше о чем хотелось бы рассказать? То, что на самом деле люди являются слабым звеном. В этом году, стендов проходит не первый год, мы зафиксировали там колоссальное количество вредоносных объектов с помощью нашего сэндбокса, которые так или иначе циркулировали в сети. То есть больше 8500 вредоносных объектов подготовили редтимеры и пытались с помощью вектора, связанного с социальной инженерией, либо в процессе горизонтального перемещения внутри инфраструктуры, используя различные нелегитимные инструменты, мы видели внутри инфраструктуры. Основные уязвимости, которые использовались, основные, грубо говоря, там фреймворки, которые использовали хакеры, я их перечислил. В принципе, все эти техники давно известны, давно понятны, и очень часто их можно увидеть точно так же в реальной жизни. Очень отлично мы вот это большое колоссальное количество объектов видели с использованием нашего решения PTS&BOX. В принципе, там на соседнем треке, кому интересно, мой коллега Денис Кораблев о нем расскажет более подробно. Если мы говорим о премьерах, то как команды реализовывали предложенные им бизнес-риски. Естественно, наиболее интересные риски это связаны с остановкой работы с УТП. Допустим, пример остановка перекачки нефти на реальном контроллере на реальное с УТП. То есть, если посмотреть, то после того, как наши рейттимеры попали в корпоративную сет, на что им в среднем требовалось порядка четырех шагов, дальше у них стояла задача найти именно тот сегмент, в который подключено с УТП, то есть там, где оно функционирует. И после этого в среднем он точно так же опять требовалось четыре шага для того, чтобы остановить производственный процесс. Причем этот производственный процесс довольно легко вывести. И, в принципе, вот здесь приведен скриншот нашего продукта, Positive Technologies iSIM, который именно задетектировал, когда это происходило. Пару слов буквально в конце, зачем это нам нужно в первую очередь. Мы участвуем в этом мероприятии уже не первый год. И в первую очередь мы проверяем наши гипотезы о подходах к детектированию. Мы проверяем нашу продукту реально в бою, потому что во время этого мероприятия колоссальное количество атак, инцидентов сгенерировали нападающие. И, в принципе, если смотреть на обычную практику, на обычную жизнь, то, ну, я не знаю, там, какой-нибудь in-house SOC в состоянии с таким же объемом инцидентов, различных техник и тактик встретится, ну, там, лет за пять. Соответственно, проверка и развитие наших детектов, и по большому счету противника надо знать в лицо. Ну, а те SOC, которые участвовали вместе с нами, защищали те объекты, соответственно, для них видятся те задачи, то, что для них это в первую очередь своеобразный стресс-тест. Стресс-тест самого SOC, как он именно в истории такого массового нападения большого количества шума, потому что атакующие генерировали колоссальное количество атак, исчисляемые миллионами в час, выявить именно те атаки, которые реально приводят к инцидентам. Это стресс-тест для средств защиты информации и, естественно, стресс-тест для той инфраструктуры, которую некоторые SOC принесли вовнутрь нашего мероприятия стендов и ее проверяли. Ну, естественно, всегда надо отработать процедуры реагирования, расследования, чтобы потом, когда внутри своей собственной инфраструктуры случится инцидент, можно было быстро и грамотно его ликвидировать. У меня на этом все. Я постарался уложиться. Да, и практически, Алексей, получилось. Вопрос, успеваем задать и получить ответ. Вопрос короткий, ответ на него тоже очень-очень короткий. Шиманаев Максим спрашивает, стоит ли крупным и средним организациям запускать свой SOC или есть смысл пользоваться услугами сторонних подрядчиков? На самом деле, следует сначала понять, насколько сама организация готова к собственному SOC и насколько она готова к SOC аутсорсинговому, потому что и для одного, и для второго SOC надо созреть. Дальше надо понять, что этот SOC будет делать, какие функции он будет выполнять. Ну и определиться с планированием. Если компания планирует на горизонт планирования 3-5 лет, то лично мое мнение, что свой собственный SOC всегда более эффективен, чем аутсорсинговый с точки зрения такого длительного промежутка работы. Достойно. Спасибо большое за интересную презентацию, за ответы на вопросы. И сейчас, кстати, перед нами выступит в продолжении нашего вот этого блока руководитель Центра компетенции по анализу защищенности лаборатории Касперского Александр Зайцев. Александр, кстати, не смог добраться вот в эту нашу современную офигительную студию, но благодаря возможностям конференц-связи сделает доклад и ответит на наши вопросы. Александр, я вас приветствую. Ваша тема носит название «Практика оказания услуг по симуляции целевых атак». Расскажите нам о ней, пожалуйста, чуть подробнее. Добрый день. Спасибо. Да, действительно, тема такова. Видны ли мои слайды сейчас? Пока еще нет, но вот в ближайший момент, я думаю, мы его сейчас увидим. Окей. Пока мы видим вас, вот и ваши слайды. Все в порядке, можно продолжить. Хорошо. Благодарю. Соответственно, некоторые вступления о том, кто мы такие и чем занимаемся. Команда анализа защищенности в рамках подразделения Security Services лаборатории Касперского фактически выполняет все возможные исследования, прикладные работы по анализу защищенности, тестам на проникновение, те же самые симуляции целевых атак. Мы стараемся достаточно много времени уделять интересным каким-то тематикам для ресерча, потом с ними где-то выступать, писать свой инструментарий, выкладывать его, делиться с комьюнити и так далее. Дальше нужно дать небольшой дисклеймер, потому что, я так понимаю, весь этот форум, по большому счету, посвящен рассмотрению проблематики, схожей только со стороны синих. В этот раз на Redteaming мне дали 15 минут. Очевидно, что Redteaming это чуть больше, чем 15 минут, наверное, даже больше, чем 45, час 45. Понятно, что присутствует масса точек зрения с разных сторон, опять же, со стороны защиты, я так понимаю, более-менее уже достаточно неплохо раскрыта дисциплина. Со стороны красных особо за 15 минут глубоко не закопаться, поэтому, скорее всего, я постараюсь поделиться просто некоторой проблематикой, которую мы видим как поставщик данных услуг и теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся во время работы с нашими заказчиками. Соответственно, это также очень много дисциплин, да, сам Redteaming, даже чисто с красной точки зрения, это очень-очень большой пласт знаний и практики, да, начиная от управления проектами и заканчивая особенностями эксплуатациями тех или иных уязвимостей или систем, разработкой кастомных инфраструктур, полкетов. Ну и учитывая, что каждый тянет свою сторону с точки зрения подачи своих услуг, пытается продать услуги разного уровня качества, да, мы сталкиваемся с большим количеством проблемных маркетинговых материалов, которые, опять же, не способствуют однозначному пониманию в индустрии, что же такое Redteam, да, что такое симуляция целевых атак. Соответственно, на наш взгляд, самое главное, это совпасть в ожиданиях, когда компания хочет заказать себе сервис, чтобы ей привели данную услугу по симуляции целевых атак, или когда вы предлагаете эту услугу со стороны сервис-провайдера. Самое главное, это в итоге не разойтись, когда вы будете отдавать заказчику отчет, чтобы восприятие процесса и результатов было на одной стороне. Соответственно, здесь я привел дополнительную ссылку. Для тех, кто, возможно, ожидал чуть больше практики из этого доклада, есть линк на недавнее выступление одной из наших экспертов Анны Бориевой в рамках казанского СТФ. Она рассказывала как раз про Redteaming глазами человека, который сидит за клавиатурой. И то даже там, из тех 45 минут, которые были у нее, рассказали, по большей части, про окружающий фреймворк, оставив, скажем так, сам киллчейн за скобками для дальнейшего изучения. Итак, чтобы совпасть в ожиданиях, надо как-то договориться по терминологии. Очень много путаниц из-за маркетинговых каких-то вещей в целом из-за разных стандартов в разных странах или их отсутствия существует между разными услугами. Я не включал сюда всяческие автоматизированные вещи, а-ля vulnerability assessment, но самые часто путаемые сервисы, это Redteam, Pentest и киберучение, так называемые, особенно популярные в нашей стране, за рубежом это, как правило, Bridge Attack Simulation, опять же, более автоматизированная история. Здесь в целом слайд говорит сам за себя, это типичное сравнение по целям, скоупу и результатам данных трех услуг. Не буду сейчас углубляться, но основной посыл именно в целях. Все-таки, когда мы делаем симуляцию целевой атаки, мы хотим улучшить реагирование. Pentest сокращает поверхность атаки, выявляя некоторую уязвимость и вектор атак. Ну, а киберучение — это, скорее, подготовка выделенных каких-то сегментов или средств к тем или иным непредвиденным обстоятельствам. Соответственно, что же тогда? Мы все-таки окончательно постараемся закрепить под этим термином Redteaming или симуляция стилевых атак. Вот есть такая формулировка, как Go-Based Threat-National-Driven Simulation of Adversarial Behavior, что фактически можно разбить ее на условные четыре строчки. То есть это нечто, что преследует поставленные заранее цели, опирается на результаты какого-то Threat-National-Driven Simulation, какой-то сбора информации об угрозах, причем характерных для отрасли и для конкретной компании. Ну и, соответственно, это симуляция. Симуляция не просто каких-то запуск каких-то паузов или эксплуатация каких-то уязвимостей, это именно симуляция поведения. Таким образом, вот в дальнейшем будем отталкиваться, наверное, от подобного определения, как наиболее соответствующего мировым стандарту. Собственных мировым стандартам. В общем, достаточно много где на текущий момент за последние как раз пять лет ключевые финансовые институты различных стран выработали достаточно неплохой, так можно сказать, body of knowledge, да, какой-то инструментарий, набор фреймворков, который детально по шагам расписывает все, начиная от того, как спланировать подобные мероприятия, если ты проводишь его у себя в организации, как найти человек, который, компанию, которая будет его реализовывать, соответственно, как провести, чего ожидать, результаты, шаблоны, шаги, все-все-все-все-все, да, то есть и каждая страна в целом затачивает это под себя, но плюс-минус способия сделать один и тот же ключевые документы, здесь, наверное, будут великобританский Сибест и таймеры, и древнандские, европейские потом уже, и сингапурский Adversarial Attack Simulation Exercises, как раз, который повествует именно обо всех этапах, как их проводить и чего ожидать. Соответственно, достаточно неплохой ресурс, к нему стоит приблигать, если ты серьезно относишься к этой задаче. Что же есть у нас? Мне как-то сразу казалось, что, наверное, в этом ключе ничего, но на всякий случай, чтобы здесь не опростоволоситься, я решил проверить. Может быть, что-то все-таки у нас появилось, прикладного, что показывало бы, да, поскольку все-таки все предыдущие практики, показанные на предыдущем слайде, выработаны именно финансовыми институтами для работы с теми же банками и другими финансовыми институтами в рамках страны для оценки именно уровня зрелости таких компаний. И наверняка что-то у нас должно быть. А у нас, с тех пор, как СТОБР почил вечным сном и больше не является обязательным, появилось два ГАСТа. Один на обеспечение, другой на проверку, соответственно, защищенности. В принципе, там даже есть намеки на то, что надо где-то заказывать хороший NTI, если вы не можете делать его сами. Появились слова, тестированные на принтовение и какой-то анализ защищенности. Однако в основном уже все достаточно по-прежнему и по-старому. И не приходится, к сожалению, ждать каких-то конструктивных изменений. Надеялся я, что поправка, которая через три года вышла, что-то внесла в это интересно. Однако там исправили одну букву measures, hagers, и никакого adversarial simulation в наших стандартах не появилось. Поэтому по-прежнему приходится тем, кто заинтересован и готов на определенном уровне зрелости проводить у себя и заказывать такую услугу, опираться все-таки на зарубежные стандарты и делать все самому. И здесь важно понять ключевые моменты, цели, параметры, выбор поставщика, собственно, и как это поставщик должен провести. По целям. Что важно? Важно, когда мы говорим о Red Seeming, где все-таки ставить цели, не получить домены, домены, не пробить периметр, то есть не опираться на конкретные IP-шники, домены, другим словом, активы компании, а все-таки целиться именно в критические функции, так называемые, и смотреть уже, как фактически симуляция позволит достигнуть комплементации этих критических функций. Потому что изначально, если компания приходит и говорит, нам, пожалуйста, нужно вот, чтобы вы пробили периметр, получили домен от Мина, и говорит, что нам это Red Seeming сказали сделать, ну, наверное, это будет не совсем то. Важно разметить изначально все параметры и договориться о них с поставщиком на берегу, чтобы потом не было мучительно больно, опять же, это как часто будет оказываться услуга open-ended или фиксированный срок продолжительности оказания услуги, кто входит в рабочую группу, кто осведомлен о проведении упражнения в рамках компании, каковы там rows of engagement, так называемые, ключевой документ, что будет фаррископ, какие есть потенциальные технологические бизнес-риски, насколько это этично, законно и так далее, обсудить все возможные проблемы с коммуникациями, их эскалацией, да, и, соответственно, как-то договориться о том, что в итоге заказчику ждать в отчете с точки зрения формата, как это будет выглядеть, что дальше делать. Когда выбрали параметры для себя, поняли, как собираемся проводить это упражнение, важно, естественно, правильно подобрать компанию, которая будет оказывать эту услугу, и, опять же, здесь ничего супернового не изобретено, какой-то серебряной пули нет, но, опять же, два стандарта, Сиберст и Тайбер имеют отдельные документы, сравнивать там по 30-40, которые детально каждый шаг потихоньку описывают, как не проколоться, выбирая поставщика услуг для того, чтобы сделать качественный сервис. Соответственно, можно просто почитать и все свои там ТЗ и тендеры немножко откорректировать, если действительно люди хотят найти достойную компанию и проверить ее качественным образом. Ну и самое главное, конечно, это этап реализации, да, потому что если вам уже проводили такую услугу, как заказчику, или же сколько планируется, например, важно понимать, что сервис-провайдер делает в целом плюс-минус правильные вещи. И здесь, опять же, такой общий, усредненный перечень вещей, без которых, наверное, ни одно упражнение по части симуляции целевых атак не должно проходить. То есть это три базовые стадии, подготовка, осуществление атаки и, соответственно, подведение итогов. Они, в принципе, характерны, опять же, для всех из приведенных на бест-практике стандартов. Так или иначе, все они наполнены плюс-минус одинаковыми шагами, которые, наверное, здесь ни для кого новыми не будут. Но с учетом того, что у нас нигде это формально не структурировано, не позиционируется на уровне необходимой методологии, которые нужно применять в одном документе, здесь я так собрал просто базовый перечень того, что должно быть сделано, что должно быть не забыто в рамках проведения подобной услуги. Соответственно, здесь, наверное, на этом все. Вроде я уложил сюда, даже три минуты еще осталось. Но как бы TLDR общий посыл такой, что тем, кто хочет проводить на хорошем уровне именно red-тимминг, анализ защищенности от целевых атак подобными средствами, для них есть масса всевозможных зарубежных ресурсов, которые разрабатывают сегодня не первый год. Тот же, там, Тайбер, у них ежегодные всякие коктейль-пати, на которых они собирают хороших, таких интересных поставщиков, докладчиков, постоянно модифицируют стандарты, эти живут и развиваются. Соответственно, это не просто зафиксировано, раз выпрямлено в камне, постоянно можно как-то совершенствовать эти подходы, обращаться к ним, анализировать, подстраивать под себя. В России, к сожалению, пока такой практики нету, но на самом деле, если кто-то захочет покрыть себя вечной славой, достаточно взять человека, который близко к теме, и просто перевести хотя бы тот же сингапурский adversarial attack simulation exercises как такой самый емкий, наверное, с минимальным количеством воды документ, регламентировать его, скажем так, к применению, и уже будет всем хорошо, даже тем, кто особо об этом до этого не задумывался. Ну, а тем, кому просто нужно реализовать бюджет, наверное, они так и будут продолжать это делать без особого внимания к тому, что оказывается в самой услуге. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за это выступление, Александр, и за то, что подключились к нам и нашли время. Хорошего дня. Желаем вам. Ну, и хочется, конечно, поблагодарить всех выступающих. Алексей, если коротко подытожить все, что мы услышали за вот это самое время, ну, в течение минуты, может быть, полутора, о чем мы можем сказать? Хакеры и злоумышленники не дремлют, на самом деле, то есть они постоянно пытаются проникнуть в организации, а практика показывает то, что организации при желании всегда могут противодействовать, и причем противодействовать так, чтобы угрозы в компаниях не реализовывались. И для этого есть большое колоссальное количество инструментов, и рейтиминг, и киберучение, в рамках которых можно и нужно отрабатывать конкретные действия, чтобы потом на практике в реальной жизни скорость реакции и реагирование на инциденты была как можно быстрее. Да, и еще один вопрос от нашего зрителя. Гатия Тулин Тимур пишет, как в Max Patrol CM обнаружить атаки на человека? Да, очень хороший вопрос. На самом деле, когда мы говорим, что происходит атака на человека, особенно социальной инженерии с помощью фишинга, то так или иначе по техническим параметрам можно понять. Человек открыл Outlook, в Outlook открыл письмо, в письме RTF, открыл RTF, из RTF породился исполняемый экзефайл, этот экзефайл пошел куда-то в интернет по сети. То есть, видя и контролируя инфраструктуру с точки зрения логов, расширена аудита на рабочих станциях, видя трафик, и если есть еще сэндбокс, то всю эту цепочку можно собрать и понять, что это аномалия, и действительно здесь и сейчас пытаются атаковать конкретного сотрудника. Спасибо большое за ответы. Ну, а буквально через пару минут комментатор Алексей Лукацкий расскажет о том, какие, на его взгляд, выводы можно сделать из прозвучавших у нас здесь докладов. Ну, Алексей, нам, наверное, пора все-таки заканчивать наш сок-каст. Тебе понравилось? Да, отлично. Самое главное, что быстро, да? В следующий раз надо будет побольше времени, мне кажется, выделить. Всем спикерам было, что еще рассказать интересного нашим зрителям. Да, ну и пусть и мельком, но мы увидели все-таки все самое важное, что происходит с трендами и угрозами в сфере кибербезопасности вот в этом непростом 2020 году. Кстати, этому году все равно нужно сказать спасибо, да, несмотря на все сложности, технический прогресс он подстегнул теми, не мы чем-то катанием, да, другими словами. Через несколько минут мы прервемся на игровое шоу «Голос истины», ну а после вас ждет самый жаркий, на мой взгляд, блок, это название у него «Антипленарка», да, где спикеры будут мощно прожаривать идеи и тезисы друг друга, а не друг друга, как многим хотелось бы. Ну и также вас ждут самые информативные форматы и самые честные истории об информационной безопасности на канале 2, на нашем втором канале, мы имеем в виду, да, здесь на SoC Forum Live. Скоро продолжатся тематические сессии, где вы точно найдете что-то интересное. Ну а пока мы передаем слово нашему комментатору. Добрый день, коллеги, мы снова с вами, и мне хотелось бы подвести краткий итог со своей колокольни, сессии, посвященной SoC Cast'у и рассказу трех компаний, известных компаний на рынке, это Positive, это Kaspersky и Ross Telecom Solar, о том, как они видят тематику SoC'а, и если бы мне пришлось ставить такое ранжирование этих докладов, на первое место я бы поставил доклад лаборатории Касперского по одной простой причине. Мне показалось, он наиболее именно практичный с точки зрения того, что можно извлечь из него после того, как закончится это мероприятие, и нам надо будет на практике применять те знания, которые мы получили в рамках SoC Live. В докладе Касперского как раз и было это практическое звено и различные ссылки, и рекомендации, что делать, как выстроить процесс редтимминга, чем отличается редтимминг от пентеста, чем отличается это все еще от киберучений. Единственное, что, наверное, я бы добавил сюда, это еще одну аббревиатуру, это BAS, Bridge Attack Simulation, это один из классов продуктов, который также позволяет автоматизировать задачу, связанную либо с пентестом, либо с редтиммингом, хотя, конечно же, и ни в коем случае не заменяет, но для тех организаций, которые имеют возможность приобретать инструментарий, а не приглашать какие-то внешние команды или не иметь свою, это тоже выход из проблемы. На второе место я бы поставил доклад компании Ростелеком Солар и всегда приятно слушать различные кейсы о том, что было задетектировано, обнаружено в реальной жизни. Единственное, чего мне не хватило в этом докладе, это двух вещей. Первое, это списка поведенческих индикаторов по каждому докладу, для того, чтобы можно было это взять, особенно, если это была бы привязка к матрице Метроатак и применить на практике. И второе, это чего мне не хватило, это списка активностей, а как, собственно, обнаруживать такого рода кейсы. Понятно, что мы можем пойти в GSOC Солара и отдать на аутсорсинг функцию обнаружения, но иногда хочется что-то делать своими руками, и здесь нам не помешал бы набор активностей. На третье место я ставлю доклад позитива, потому что, на мой взгляд, он тоже очень интересен, рассказывает о действительно уникальной платформе для проведения киберучений, которые состоялись относительно недавно в России в формате онлайн. Большое количество команд из разных стран мира подключались к этой платформе и пытались взломать кого-то, а кто-то пытался отразить такого рода атаки. Но единственный минус в этой части то, что это мероприятие уже прошло. И если бы было анонсировано, что эта платформа становится постоянно действующей, где любой желающий может в непрерывном режиме, круглосуточно, в режиме 24 на 7, как работает полноценный СОК, еще и пытаться атаковать, и кто-то будет в режиме 24 на 7 пытаться это обнаруживать и отразить, наверное, цены бы не было такому сервису, который бы позволил уйти от теоретических знаний к практическим навыкам апробации, собственно, и ретимминговых навыков и, соответственно, навыков, связанных с обнаружением атак, с обнаружением тех или иных инцидентов. На этом, наверное, все, что мне хотелось сказать по итогам этой сессии. Разумеется, по окончании других сессий я также буду возвращаться со своими комментариями и взглядом на то, что происходило в рамках сессии. А сейчас, перед тем, как у нас начнется игра и вы сможете немного отвлечься от достаточно интересно глубоких докладов, я рекомендую вам посмотреть ролики наших партнеров, благодаря которым, собственно, это мероприятие и состоялось, и вы получаете возможность слушать интересный доклад, интересный контент. Большое спасибо, не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok